Всем огромный привет, дорогие друзья! Сегодня у меня воротники от Мирославы Дануковой. Я сплела один воротник по ее книге. Вот такой он получился. Просто показываю как обзор, чтобы не быть голословной. Потом мы посмотрим книгу. Вот один воротник я сплела. По книге этот воротник, конечно, был в других оттенках. Я оттенки поменяла, но исходила из того, что у меня есть. Я считаю, что это возможно, но разве немножко неудобно? Ну, как делала я, давайте я тоже расскажу. По книге этот воротник состоял из восьми оттенков. Я сплела его из шести оттенков. Вот таких. По книге мы тоже сейчас посмотрим. То есть оттенки, конечно, можно поменять. Как я при этом работала? Я вот кучкой клала на кучке бисера табличку, в общем, с оттенком по книге. И потом уже, когда плела, смотрела на эти записи, что тоже очень удобно. Ну, поначалу, конечно, ну, где-то сантиметров десять плетёшь, смотришь на описание, а потом уже можно выучить. В общем-то, не так сложно, если даже поменять оттенки. Всё-таки каждый из нас, наверное, ну, хочет свои какие-то оттенки выполнить в своих оттенках. Поэтому вот у меня вот такая жёлто-зелёно-чёрная гамма получилась. Ну, конечно, по книге интереснее я потом для себя выяснила. Но всё-таки вот что у меня получилось, вы видите. Плетётся такой воротник в три этапа. Сначала плетётся вот эта линия верхняя. Потом плетётся вот этот ряд. И потом плетётся вот эта линия. В общем, это работа для тех, кто любит плести бисерные сетки. Тема такая в целом. Несложно. Вот эта часть немножко по-другому плетётся. Но она тоже у меня даже на канале есть такой узор. А всё остальное – это сетка. И эта часть сетка, и эта тоже сетка, вот эти ананасы. Очень легко всё плетётся. Главное, очень быстро. Я не ожидала, что так быстро сплету на самом деле. Ну, плела, наверное, дня три. Ну, это быстро, я считаю, для такой работы. Всё-таки здесь намешано много оттенков. А это всегда как бы трудоёмкая работа. Вот такая получилась яркая работа. Нарядный воротник. Очень понравилась мне эта работа. Сейчас давайте посмотрим книжку. Посылку я получила вот в такой коробке. Очень хорошо всё упаковано, смотрите. Ничего не помялось. Вот так вот она упакована. Ой, с другой стороны открыла. Вот такая книга мне пришла. Сейчас посмотрим ещё. И ещё одна брошюра. Вот, тоже давайте внимательно рассмотрим сейчас. Давайте начнём из этой брошюры. Авторский мастер-класс по бисероплетению. Это вот такой гердан, называется «Полевой цветок». Как вы видите, автор Мирослава Данукова. Все полезные ссылки вы найдёте, девочки, внизу. На её канал, как можно приобрести книгу. Это у меня уже вторая книга от Мирославы. Вторая посылка, вернее. Все её вот эти книги, они очень такие понятные и простые. Даже начинающие могут это всё понять и выполнить. Есть как схемы, есть и подробные описания. Вот кому как нравится, можно по схеме, можно по описаниям. Я сама плету по описаниям. Хотя, хорошо разбираясь и в схемах, почему я это делаю? Потому что частенько я меняю оттенки. И когда меняешь оттенки, то приходится как бы лучше ориентироваться на описание. Вот такие подробные описания здесь есть. Но эта вот брошюра, она конкретно по одной работе. Это гердан. Вот, видите, как здорово. Подарить своим деткам, девчонкам, которые вот умеют плести, хотят научиться. Будет отличный такой подарок. Вот такая брошюра. Теперь давайте посмотрим книгу. Книга называется «Десять мастер-классов по бисероплетению». Вот прямо на обложке, вот, воротники Мирославы Дануковой. Прямо на обложке это тот воротник, который сплела я. Вот в таких оттенках он идёт в книге. Здесь десять подобных воротников. Но они все разные. Давайте все сейчас посмотрим. Здесь есть предисловие про историю плетения вот этих воротников. Тоже интересно прочитать. Вот, видите, это всё и история, и возникновение украшений. Всё-всё здесь очень интересно. И техники, которые использованы в плетениях этих воротников, всё здесь в начале описывается. Очень полезно вот именно начальные главы прочитать. Ну, потом уже идут воротники. Вот первый воротник, он вот такой. Так, мелковато, да, вам? Вот, смотрите, тоже очень интересный. Если бы у меня было много оттенков красного бисера, я бы обязательно сплела вот этот. Ну, такая тема для меня как бы более... Ну, исходила, опять же, из того, что у меня было. Вот, видите, указывается общий вес украшения, и потом каждый оттенок бисера указывается по граммам. Вам будет очень удобно подобрать, прямо взвешивать и подобрать бисер. Вот. Использована нитка Титан 100. Ну, я думаю, можно немножко плюс-минус поменять. Ну, у меня вот эта нитка была. Очень хорошая нить, на самом деле. Вот так дальше идут описания. Есть, как я говорила уже, схемы. Есть вот такие описания каждого ряда. Очень удобно. Вот это второй воротник такой цветочный. Тоже красивый, яркий. Вот. Сейчас мы все это пролистаем. Видите, какие схемы удобные. Если вы подбираете именно тот оттенок, который указан в книге, то можно и по схемам сплести. Тоже будет удобно. Вот. Третий воротник, смотрите, он тоже очень красивый и интересный. Такой более оригинальный. С такими вот большими дырочками. Я тоже очень хотела его плести, но для меня что-то показалось сложновато. Я хотела быстрее что-то сплести, поэтому на самом деле, наверное, это не сложно, вот это вот выполнить. Просто я пока еще не стала вникать. Вообще, наверное, это можно. Вот. Тоже описание есть. Четвертый воротник тоже синенький. Вот он такой. Синяя гамма тоже красивая. Вот. Видите? И я думаю, он очень легкий. Судя по схеме, вот такая схема, мне кажется, легкий воротник. Пятый воротник вот такой. В таких расцветках. Но этот еще легче, я думаю, в плетении, потому что вот этот нижний край, он такой идет ровный. Тоже все схемы вот яркие, такие понятные здесь даны. Ну, вот это тот воротник, который я сплела на обложке, который. Вот. Такой он на самом деле в расцветках. Но я цвета поменяла, я вот так вот прямо сюда написала. Здесь даже оказывается 9 оттенков. Некоторые оттенки я вот так вот объединила. Вот. Поэтому у меня как бы меньше оттенков, а здесь оттенков больше. На 3 штуки. Поэтому немножко другой результат. Ну, соответственно, и цвета другие. Вот такие схемы очень понятные. Седьмой воротник. Такой вот зеленый и желтый. По цветам больше похоже на мой, да? Ну, тоже он красивый. Цвета можно поменять. Здесь есть и вот такие реальные фотографии, кстати. Что для кого-то, может быть, тоже удобно. Мне очень понравился 8 воротник. К сожалению, не было таких оттенков. Я бы его обязательно сплела. Он вот такой черно-серо-белый. Такой, более сказать, классические оттенки. Что очень носибельно и красиво. Еще один яркий воротничок. Прямо разными цветами. Но он, конечно, сложнее. Потому что именно идут разные оттенки здесь. С переходом. Но можно, я думаю, из одних оттенков сплести. Не менять вот разные цвета. А вот, например, та же черно-бело-серая гамма сюда тоже подошла бы. И последний воротник вот такой с ананасами. Такой он яркий и интересный. Я тут подумала, вот если вместо черного взять прозрачный бисер, мне кажется, ананасы будут выступать очень интересно. Да, можно попробовать. Как-то черный цвет немножко угнетает, мне кажется, в этом воротнике. Вот цвета можно поменять. А то, что отличные схемы и объяснения, это, конечно, все верно. Видите? Какая красота здесь. Вот такая замечательная книга у Мирославы Дануковой. Вот автор книги. Вы ее знаете по YouTube-каналу, я думаю, многие. Вот. Так что можете пройти на ее канал и посмотреть. Там очень много полезной информации есть. И напоследок еще раз показываю свою работу. Вот видите, работой получается намного ярче, чем по книге. По книге немного тусклые фотографии, поэтому не смотрите на это. В жизни намного интереснее получаются эти воротники. Вот, как вы видите. Все зависит от подбора материалов еще. Вот. Здесь чешский десятый бисер использован. Я думаю, можно из тоха замахнуться. Будет тогда еще интереснее. Вот. Ну, девочки, на этом я с вами прощаюсь. Пройдите на канал Мирославы. Вот. Ну, до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok